Здравствуйте! В эфире программа «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Максим Портнов. Скоро учебный год. Это важная составляющая нашей жизни. Наши дети, наши внуки, а кто-то и сам продолжает заниматься самообразованием. И церковь тоже в этом плане постоянно предлагает человеку двигаться вверх. Вот что такое учиться? Мы поговорим об этом с нашим постоянным гостем, отцом Назарием Курбановым. Отец Назарий, здравствуйте! Максим, здравствуйте! Как и у меня, так и у вас есть дети, школьники. Мы сами когда-то учились, мы сами ходим в школу. Вот что такое учиться и как православная церковь об этом говорит? Ну, учеба, что такое, что значит учиться? Учиться значит познавать мир. И если мы говорим о христианском взгляде на познание, то есть через это познание мира мы познаем его красоту, мы познаем мудрость, с которой этот мир устроен. И через вот это познание, конечно же, познаем самого Творца, великого архитектора, который стоит за всем этим миром. То есть здесь вот посыл такой, чтобы через познание красоты познать самого Бога. Ну, а дальше уже идет жизнь, для чего человек учится. Тут уже каждый самоопределяет для себя ориентиры, почему он это делает. Какую-то цель преследует, хочет получить профессию, потому что родители ему сказали. Здесь уже кто на что гораздо. Ну, а получается, что такая есть божественная задумка, что человек должен познавать Творца через его творение. В этом смысл? Да, конечно. Об этом я и сказал, действительно, да. Мы познаем Творца через его творение, просто не все сразу к этому, может быть, приходят и об этом задумываются. Но когда вот читаешь или слушаешь некоторых ученых, которые так или иначе задумываются рано или поздно до этих моментов, то есть чем глубже они занимаются изучением своей науки, биологии, генетики, квантовой механики, допустим, квантовой физики, тем больше у них возникает других вопросов, на которые ответов у них нет. И тут, опять же, идет ситуация либо с Богом, либо они говорят, ну ничего, со временем мы найдем. Даже есть вот в квантовой физике такое понятие, когда у них вот эти накапливаются вопросы, а как это, а почему это? И там есть такой термин, что замолчи и вычисляй. Все, не задавай ненужных вопросов, занимайся вычислениями. Потому что вот эти размышления тебя могут вообще куда-то увести даже в сторону Бога. И поэтому, когда человек верующий этим занимается, он, конечно же, везде видит вот эту премудрость Божию. Великого архитектора, который стоит за всем этим. И чем больше люди в это познание уходят, тем больше они раскрывают, насколько все мудро, грамотно сделано и устроено. И через это прославляют, конечно же, Бога. В свое время я не очень любил русский язык в школе, честно признаться. Но вот впоследствии столкнулся с такой его стороной, этимология слов. То есть происхождение, корни, откуда это все. И мне было очень интересно, что слово «образование», оно имеет христианский корень, образ. И если мы откроем Священное Писание, буквально вторая глава, там говорится, что человек создан по образу и по подобию Божию. И получается, что школа, она должна была изначально по задумке человеку дать вот этот образ Божий. А вот что это — быть образованным и иметь вот этот образ? Образ Божий, значит, уподобится Богу в его любви, в его святости. И вот здесь, конечно же, в первую очередь, если мы говорим о познании, об образовании, идет о знании духовном. То есть о том, что значит быть христианином, в чем есть воля Божия. То есть постигать, что есть заповеди. И через это знание воспитывать в себе образ Божий. Просто со временем этот термин уже приобрел другой совсем оттенок и понимание, именно связанный с человеком, который получил какую-то сумму знаний. Сумму знаний, да, что сделал его там знакомым чего-либо. Но как говорил об этом святой праведный Иоанн Кронштадтский, но самого главного этот человек не знает. То есть он там получил несколько степеней, отучился в разных университетах, но самого главного Бога он не знает. И заповеди, пути к нему, борьбы со страстями, как бороться со своими страстями, этого человек не знает. Поэтому, и опять же, вот эти главные знания духовные, они в том числе помогают человеку правильно использовать другие полученные знания именно во благо. О чем вот мы с вами в одной из передач говорили, по поводу технологии, да, что есть этика в том, к чему могут привести эти технологии, эти знания. Вот здесь верующий человек, получая образование, он еще и понимает, как это образование использовать во благо. Не только себе, но и для людей, которые его окружают, имеют вот такой нравственный потенциал, нравственное христианское начало в себе. Но, отец Назарий, может сложиться такой стереотип или такое мнение, что церковь тогда говорит о том, что не надо изучать математику, физику, геометрию, что надо ввести в школе изучение священного писания, аскетику, значит, возить детей в монастыри на послушание и давать им только вот эти знания духовного характера, а все вот эти вот знания, скажем так, естественно-научные, практические и прочие какие-то, они абсолютно не нужны, надо научить там писать, читать, значит, там до десяти, и этого достаточно. Или же все-таки это не так? Да нет, у нас просто почему-то любят всегда в крайности впадать, что если там мы говорим, что вот это важное, вот это фундамент, то, что значит, остальное, значит, не нужно, и все нужно все выкинуть. Нас почему-то вот любят русского человека в крайности кидать, то влево, то вправо, то все разрушить, то там потом новое построить, то старое разрушить, другое новое построить или старое восстановить. Но вот постоянно нас туда-сюда кидают. Нет, просто нужно понимать, что духовная жизнь – это фундамент, и на этом фундаменте мы выстраиваем всю остальную жизнь. Пожалуйста, изучай математику, через это узнавай много чего интересного, физику, химию, биологию. Все нужно учить, просто нужно понимать, зачем тебе все это нужно, нужно понимать, какая твоя цель, конечно, для чего ты это все учишь, Для чего ты это изучаешь? То есть, если мы говорим о духовной составляющей, мы понимаем, что здесь царство небесное — главная цель, для чего это нужно. Спасение души. А дальше, для чего ты учишься? Для чего ты получаешь образование? Для чего ты в школе заканчиваешь 9-11 классов? Для чего ты поступаешь в институт или университет? Какая твоя конечная цель? Детям немножко тяжело на эти вопросы еще отвечать, потому что они дети, подростки. И поэтому в этом плане за них многое решают родители. А не просто так делают, ну просто потому, что родители так сказали. Родители сказали, им нужны хорошие оценки, чтобы я хорошо учился. А зачем нужно, чтобы я хорошо учился? Какую цель? Что мне это даст дальше? Это уже ответ, на который важно, чтобы и ребенок в итоге сам нашел ответ. То есть, если сам человек, который и ребенок, и вообще, в принципе, человек найдет ответ на вопрос, зачем мне учиться, если он найдет ответ, то КПД его учебы возрастет просто в разы. Он будет понимать, зачем он это делает, он будет понимать, какая у него цель, ему будет это интересно. А если этой цели нет, если этого понимания нет, то возникает вопрос, что тебе это потом в будущем действительно даст. Как часто дети и те люди, кто учатся, говорят, а что мне это даст в будущем? А для чего мне это нужно? На самом деле это правильный вопрос. И на этот вопрос нужно ребенку дать правильный ответ. А вот православная церковь, она может дать, но если не уже такой прям четко сформулированный ответ, то хотя бы какие-то его общие направления, чтобы родители могли предложить, значит, своему ребенку, который отказывается изучать там таблицу Пифагора, значит, или валентность железа, значит, запоминать, и прочие какие-то моменты, вот может мы, как священники, поэтому и идем в школу, чтобы внести еще какой-то смысл? По поводу священников в школе здесь вопрос, на самом деле, очень интересный. Здесь просто нужно понимать, почему действительно все-таки, для чего это делается. У нас возник все-таки некий вакуум после развала Советского Союза, идеологический вообще и нравственный. И даже был момент, когда в школе предоставлялись, как говорили, просто образовательные услуги, и в момент какого-то воспитания, какой-то нравственности вообще был исключен из вообще образовательной школы. Ну, это просто привело к очень плачевным последствиям, то, что происходило в умах детей. Да я скажу, что это и сейчас происходит, в свое время участие в педагогическом колледже. Я как раз с этим и столкнулся, что школа дает систему знаний, некую сумму, но именно воспитательного понятия там практически нет. И возникает вопрос, вот с этой суммой знаний ты можешь пойти сделать бомбу, который уничтожит мир, и прибор, который, наоборот, спасет этот мир. А сумма знаний условно одна и та же. И школа воспитательного элемента оказывает, но это, знаете, некий такой побочный эффект, потому что вот есть урок литературы, например. Надо сделать вывод из этого произведения. Нравственные какие-то, значит, характеристики дать главным героям. Ну вот, вот он, пожалуйста, воспитание, смотрите, дети, вот так герой сделал, вот у него тут и тут произошло. Но прямого воспитания школа не оказывает. Ну, на самом деле, это, в первую очередь, конечно, задача родителей. Без родителей ты, насколько бы ты талантливым не был, ну, это очень тяжело сделать. То есть все-таки здесь должно быть, конечно же, всегда взаимодействие с родителями, но все-таки священник в школе частично как раз таки призван тому, чтобы помочь вот эту вот нишу заполнить. То есть мы не занимаемся там празилитизмом каким-то или там набираем себе адептов. Мы в первую очередь говорим о нравственности, о культуре, об истории. И пытаемся немножко вот все-таки о моральной стороне вещей говорить с детьми, с подростками, со студентами. И это очень важный шаг, потому что, ну, этим мало кто занимается. И, опять же, священник — это все-таки неоднозначная фигура, вот особенно в студенческой, да, в подростковой среде. Она сразу вызывает такую неоднозначную реакцию. То есть кто-то положительно воспринимает, кто-то отрицательно. Но, как правило, редко когда находится человек, который, ну, есть и есть. То есть если просто придет преподаватель, если он не какой-то там харизматичный, интересный человек, ему тяжело будет как-то вот на нравственные темы общаться со студентами. Ну, это, в принципе, ты кто вообще? Почему ты с нами на эту тему общаешься, да? А когда приходит священник, он уже как бы сам своим присутствием всех ставит перед многими вопросами, которые возникают в головах людей. И уже как бы такой некий вызов бросает в том числе и ребятам, и подросткам, и студентам. И это классно, это хорошо. Это заставляет немножко шестеренки в голове у ребят, у людей двигаться, крутиться. И размышлять на темы, над которыми, может быть, до этого они не задумывались и не размышляли. И даже, может быть, если там священник иногда сталкивается, может быть, и с каким-то негативом, это тоже в определенном смысле опыт. Это тоже, опять же, возможность для людей порассуждать, задуматься. И этим людям задуматься. Они же, может быть, у них постоянно все вот это вот течение рабочее или студенческое, или время учебы шло в своем типичном ключе. А тут раз пришел священник, бамс, что-то поменялось, что-то сломалось. И люди над чем-то задумались. И опять же, здесь речь идет о нас, о самих священниках, чтобы мы умели грамотно с этим работать, умели находить контакт с ребятами, с преподавателями. И в этом плане вот это такая некая попытка заполнить вот эту вот нравственную пустоту, которая, к сожалению, образовалась у нас в обществе, в том числе. Кто как ни священник, ни церковь будет поднимать свой глаз и напоминать о важном, о том, что необходимо для людей. Опять же, важно, чтобы мы это делали ненавязчиво. Здесь нельзя заставить человека там каяться, ходить. Церковь – это просто преступление. Потому что сам Господь говорит, стою у двери и стучусь. Господь там с ноги не выламывает дверь нашего сердца. И в этом плане мы, священники, можем поступать так же. Мы стоим, стучимся, говорим, общаемся. Услышал человек, захотел обратить свой зор к Богу, захотел исправить свою жизнь, там, ребят или кто-то. Слава Богу, нет. Ну что ж, наша задача – говорить, работать, а люди уже будут принимать решения сами. И опять же, в семье, в которой происходит воспитание детей. Поэтому здесь вот именно, если говорить о священниках в школах, то здесь задача вот такая культурологическая, нравственная, воспитание детей. Настолько, насколько это позволяет нам, школа, родители, возможности. Конечно, все-таки, если мы говорим о том, насколько важно образование, учеба, но это задача семьи – воспитать ребенка, объяснить ему, донести до него эти цели. И поэтому, как я вот с батюшкой до этого общался, с Дионисием Левиным, который уже не один год занимается образованием, с детьми, он говорит, что без семьи, без родителей, ну, это практически невозможно что-либо сделать. Здесь действительно нужно всегда находить контакт с родителями и с ними вместе работать вот надо тем, чтобы донести благое, да, детей. А вот как раз, отец Назарий, такой вопрос. Мы вот сейчас говорили про школы, про студенческие какие-то образовательные учреждения. А вот сама церковь, она что предлагает? Какие институты, какие учебные заведения, какую форму, может быть, уже для даже более взрослого поколения? Вот где мы даем вот эти знания, которые накоплены в достаточно большом количестве внутри самой православной церкви? Ну, начнем с того, что есть множество различных курсов при семинариях и академиях православных. Например, в нашей семинаре тоже есть курсы и богословские, и для преподавателей. То есть для всех желающих пополнить свой багаж знаний. Все это есть, и человек может прийти, например, в нашу православную семинарию, там все это дело узнать, и записаться там на курсы, и пройти обучение. Помимо этого, у нас есть высшие заведения учебные, православные, где помимо светских дисциплин, да, изучается тоже богословие, да, церковное пение, иконография, иконопись. У нас, например, в городе Тольятти есть такой православный институт, есть православные гимназии, это общеобразовательные школы, но с таким своим храмом, где дети могут помолиться, с утренней, вечерней молитвой, со своим уставом, да, то есть как вот есть гимназии, да, там тоже у них определенный свой устав есть, распорядок, у нас есть так православные гимназии. Поэтому наша церковь православная в этом плане ведет очень активную деятельность в этом направлении, особенно вот в последнее время у нас в области, например, есть некоммерческий фонд, детский ипорхиальный образовательный центр, который имеет сеть детских центров, которые занимаются дополнительным образованием для детей, абсолютно бесплатно, по всей области. Дети могут приходить и заниматься, начиная от танцев, рисованием, заканчивая видеосъемкой какой-нибудь или программированием. Пожалуйста. И все это церковь делает для детей. Не просто для того, чтобы привлечь адептов побольше для себя, а для того, чтобы создать место, где люди могут не только получить знания, но могут и встретить, во-первых, и Бога Христа, и единомышленников таких же. Потому что порой просто не хватает здоровой атмосферы для детей. И родители, между прочим, кстати, когда ищут место, куда вот ребенка отправить учиться, иногда руководствуются и общей атмосферой. А в какой компании мой ребенок будет там? А какие дети его будут окружать? Какие преподаватели? Что с ним там будет происходить? Вот это на самом деле даже один, может быть, из главнейших вообще факторов. В какую компанию ребенок попадет там? И может быть, это какой-то элитный там лицей или крутая гимназия, где там учатся дети богачей, а в итоге там дети просто развращенные, да нельзя. И ребенок из порядочной семьи попадает туда, вроде родители у него тоже, но мы должны соответствовать статусу. У меня есть такой пример. Я знаю, когда ребенок из такой семьи просто приезжал к своему дедушке и говорил, ну пап, ну извини, но там дети, там вроде как бы учатся, там дети богачей, все крутые люди, там в Москве где-то, я сейчас не помню где, но там вот просто они пеньки, мне с ними говорить не о чем. То есть реально девчонка классная, адекватная, она вот недавно приходила к нам, там тоже в храм на службу, мы познакомились. Но вот как? Вроде бы элитная школа, да, там и родители огромную сумму денег за нее платят. А ребенку там просто ужасно. Поэтому вот это тоже на самом деле очень важный момент, атмосфера. В какую атмосферу ребенок попадает, в какую компанию он будет расти, кто его будет окружать, какие интересы у детей будут. Это тоже на самом деле такой очень важный момент, мне кажется. Да, это здорово, что сегодня у Православной Церкви существует целый ряд вот таких вот возможностей, начиная с приходской воскресной школы практически у каждого храма, даже там у сельского мало-мальски, там, пускай на 10 детей, но все равно есть возможность что-то рассказать, донести с детьми, там, пойти в поход или подилки там поделать. Вот. И заканчивая вот такими большими учебными уже заведениями, в том числе и семинариями, и академии, которые в свое время вообще формировали на всю культуру и историю нашей страны. Да, отец Максим, я еще даже хочу добавить, причем это было на протяжении истории Церкви, когда нас там обвиняют, ругают, что мы как-то против образования. Вообще-то в свое время в Царской России Церковь занималась образованием. Там сами священники сельские искали благотворителей, основывали школы, как вот сейчас там часто нас ругают, почему там вы строите храмы, школы не строить, так строили во все времена. И церковь строила школы, священники сами бегали, искали благотворителей, создавали вот эти приходские школы, где обучали детей. Когда наши миссионеры ездили вообще там в Сибирь, на края земли, там учили язык местных народов, святители наши прославленные, равноапостольные, выучив язык, создавали письменность, открывали школы и начинали обучать там детей этих народов. Это же просто титанический труд, которым занимались просто вот такие наши подвижники благочестия. И все это было в истории нашей Церкви. Поэтому вот этот укор, он очень странный, когда там обвиняют Церковь, что она там строит храмы, не строит школы вообще-то на протяжении всей истории. Если человек откроет и почитает, что было, строили не просто школы, а вообще занимались образованием целых народов, наши просветители, наши святители, которые... И самое главное, и сейчас продолжается. То есть сейчас строится обычно не только храм, вот просто построили храм, и все, батюшка, служи, давай. А вот обычно сразу при храме, либо это отдельное помещение, либо это какой-то делается цокольный этаж, там уже сразу создается как минимум там воскресная школа, как максимум какой-то православный центр. Туда приходят педагоги, им официальную зарплату эти люди получают. Создается тел и направление. Есть священники, которые там делают акцент на спорт. У них там, значит, груша висит. Вот батюшка сам показывает, значит, там какие-то элементы. Другой священник, он там фотографией занимается. Он, значит, там вот кружок фотостудии, значит, устроил. У нас вот там при храме пекарня есть, мы периодически детей печь учим. Вот. То есть это все имеет место быть, поэтому действительно вот этот укор в адрес церкви, вот вы очередной храм построили, а лучше бы там школу построили, он действительно сегодня, ну вот вообще никак не уместен, потому что церковь продолжает вот эту вот систему образования. И, наверное, отец Назарий, последний вопрос вам задам. Все-таки начало учебного процесса, это всегда сложно, это всегда волнительно, это всегда трудно. Дети отдохнули, дети не сразу включаются вот в этот процесс. Вы как отец, и вы как священник, можете ли дать какие-то рекомендации и родителям, и педагогам, и, конечно же, детям по вот некому началу учебного процесса? Я небольшой специалист в этом деле, потому что я все равно еще считаю, что я в начале этого пути. У меня вот средний сын в первый класс идет, старшая дочь, когда уже перешла в пятый. Единственное, что я могу сказать, дайте детям отдохнуть летом. Пусть они просто по-человечески отдохнут. На мой взгляд, и так дети очень сильно нагружены в течение года, программы порой очень сложные. Просто не лишайте детей детства. И пусть летом у них будет реально летом, когда они могут съездить куда-то, повидаться там с бабушкой, с дедушкой, отдохнуть. И это, мне кажется, самое вообще лучшее будет для них мотивация на будущую учебу, что они отдохнут, наберутся сил, и уже со свежей головой будут дальше постигать все науки в школе. Спасибо большое, отец Назарий. Дорогие зрители, дорогие учителя, дорогие родители, ну и есть и нас смотрят ученики. Мы вас всех поздравляем с началом нового учебного года. Учиться — это всегда получать образование, это всегда стремиться к чему-то высшему, лучшему, красивому. Отец Назарий замечательно сегодня рассказывал, что знания обогащают человеческую душу, с человеком становится интересно общаться, он становится глубоким, интересным. Да, учебный процесс в чем-то пугает, возникают новые учебные дисциплины, которые с первого раза не всегда бывает понять легко и трудно. Родители переживают за своих детей, учителя переживают за своих учеников, но на самом деле больше всего переживаете, конечно, вы, ученики. Но с Божьей помощью всегда человек может справиться со всеми своими сложностями, трудностями. Проходите в храм 2 сентября, у нас это воскресенье будет, во всех храмах будет совершаться молибен о учащихся. Искренне попросите, чтобы Господь просветил ваше сердце, в ваш разум. Помолитесь за своих учителей, которые Богом поставлены вам для назидания, для того, чтобы передать вам прекрасные необходимые знания, которые помогут в вашей жизни и дальнейше заполнить вот эту вот пустоту, непонимание некоторых процессов, и знания, они обогащают человека. Ему становится очень интересно и понятно в этой жизни всё смотреть, как действительно Творец премудро всё устроил. И в процессе учёбы наша самая главная задача постараться с большим уважением относиться к тем людям, которые ради нас трудятся, это и наши родители, это и наши учителя, значит, понимать то, о чём они просят, то, о чём они настаивают. Если мы будем друг к другу уважительно относиться, то и учебный процесс не будет иметь тех проблем и сложностей, которые, может быть, иногда возникают. Ну и самое главное, наверное, в начале, перед учёбой, прочтите кратенько молитву, чтобы Господь помог вам принять все эти знания, чтобы они нашли каждую свою полочку и там уложились. Вас всех благодарю за просмотр нашей передачи. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok